Михаил Борисович, Алексей Викторович, благодарим вас за непопытный вклад и, конечно, в плане каэльской дилектологии, для которой существенно также это явление дистрибуции свистящих, шипящих, согласных, есть над чем подумать. Уважаемая аудитория, прошу вас задавать вопросы. У меня вопрос. Крыжановский Андрей Петрозаводск. У вас получилось преодолеть технические трудности, справиться, и получилась настоящая лекция и научные данные, исторический экскурс. Вопрос у меня и к Алексею Владимировичу. Два вопроса. Чем вызвана запись разных языков именно кириллицей, как мы видели в рукописях Бубриха? И на 14-м слайде. Какие вредные высказывания имел в виду Бубрих, противоставляя им свою публикацию? И второй вопрос будет, наверное, к Михаилу Борисовичу. А что имел в виду Трубецкой под алгебраичностью теории Бубриха? Спасибо. Да, спасибо большое. Я, наверное, на последний вопрос. Я, наверное, не очень хорошо понимаю, что он имел в виду. Там никаких объяснений, собственно, нет. Я думаю, что это можно подумать над этим как-нибудь на досуге. То есть верно ли это, что это строгость доказательства? Мне кажется, что судя по его записям, даже в этой статье, которую мы обсуждали, мне кажется, что там действительно у него есть некоторая склонность к таким формулам. И к такому вот, ну не знаю, насчет алгебраичности трудно, что ли, сказать. Тут я бы сказал, скорее, у него широта взгляда на проблемы для него характерна. Такая, действительно, очень мощный такой взгляд на эти процессы, которые, вот в отличие, кстати, надо сказать, что в отличие от Селищева, который очень подробно рассмотрел отдельные какие-то, вот отдельные процессы, которые происходили, между прочим, даже шире, чем Бубрих. И в южнославянских языках, он там хорватские затрагивал явления, палапские, то есть, в принципе, ну очень конкретно, вот очень частные такие вещи, да. А у Бубриха, конечно, очень широкий такой взгляд на вещи, и, в принципе, это перекликается с современными работами в этой области по поводу циркумбалтийского, вот этого, может быть, даже какого-то языкового союза. Так что это все очень интересно, на самом деле. Мне кажется, что как раз алгебраичность очень... Здесь подходит как определение для текста Бубриха, потому что, когда мы читаем эту рукопись, там просто про разные языки материал описывается в одних и тех же словах. То есть сопоставлять это очень удобно. Он пишет одну и ту же формулировку, но вставляет туда материал каждого языка, различный материал, естественно, и получается, что преобразовать это в схемы, ну вот просто. Там нету таких стилистических вариаций для того, чтобы не повторять одинаковые конструкции. Он не боится вот этого стилистического однообразия, но зато именно что все данные представляются как раз одинаковым, по одинаковой модели. Мне кажется, что Трубецко имел в виду такую строгую схему, которая следует Бубрих, не задумываясь о каких-то там стилистических или литературных улучшениях. Что касается, почему он использовал славянскую транскрипцию, не знаю, может быть, это связано с периодом войны и каким-нибудь таким отторжением от латиницы. Но вообще ведь тоже, честно говоря, ясного ответа у меня нет. Единственная гипотеза, что это как-то связано с противодействием латинскому алфавиту и рекламой кириллицы. А что касается вредных гипотетических высказываний, конкретных вредных гипотетических высказываний, мы тоже не можем назвать, с которыми вы прямо спорил Бубрих. Он упоминает там, что гипотезы, существующие в науке по поводу происхождения цоконья, вот субстратная гипотеза. Он говорит, что пока они не… гипотезы этого рода мало обоснованы, они уклоняются от рассмотрения вопросов в широком плане языков бассейна Балтийского моря и соседних мест. Кого именно он имел в виду, не знаю, вряд ли еще, вряд ли Шахматов, конечно, который был его учителем. Ну, некоторая такая риторика вот с 30-х, 40-х годов, здесь присутствует слово «вредный», такое маркированное в те времена было. Мы узурпировали все время, коллеги, и заняли уже, по-моему, время, если не двух, если не трех, то двух докладов. Я думаю, что нужно переходить к следующему. Спасибо, очень интересно. В этой статье там все описано. Спасибо большое. Коллеги, я хотела вопрос задать, если можно. Да, я, Марья Ивановна, вам мы не можем отказаться. Потому что я не знаю, кому его больше задать. Вот вы вначале упомянули об этом проекте, издании рукописей Бубриха. Этот проект вообще жизнеспособный или жизнедеятельный? Он продолжается или все как-то затухло? Ну, значит, это, скорее всего, из нашего вот такого коллектива, который кафедра общего языка знания Санкт-Петербургского университета сегодня представляет, имя Борисовича из кафедры Русского языка, Виктория Витмачерата. Самый главный финно-гравед у нас Герман Вячеслава Гордиенко, который и ведет общую библиографию работ Бубриха, не только опубликованных, но, главное, архивных. Это будет когда-то доступно, наконец, обобщающий список всех научных работ Бубриха, неопубликованных. И дальнейшая, конечно, была бы идея все-таки это опубликовать, но тут нужно сотрудничество с серьезными финно-граведами и специалистами по конкретным языкам. Но, к сожалению, саранские коллеги сегодня не подключились к нам, где именно этот архив и находится. Я просто помню, что несколько лет назад к нам обращались наши коллеги из Санкт-Петербургского университета в наш архив с тем, чтобы выявить, что есть у нас и в перспективе, значит, вот все это включить в некое общее издание, собрание сочинений. Вот это Румяна Чеславная была вместе со мной. А, это вы и были, да. Работа продолжается. Да, это моя работа, и немножко она затянулась от составления общего каталога архивных материалов. И буквально на прошлой неделе я об этом рассказывала на конференции архивистов, мировских чтений об этом каталоге. То есть уже у нас представление есть о том, какие, где находится материал Бубриха. Довольно полное собрали мы по всем архивам представления. Но это теперь нужно оформить и в каком-то виде издать. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое за вопросы.